Далай-Лама В Далай-Ламе представлено 50 фоторабот, которые были сделаны тремя фотографами в течение нескольких лет во время поездок с Далай-Лама и праздные страны. Каждая фотография сопровождается цитатами из трудов его святейшества. Месседж, как красиво еще говорить, этой выставки таков, чтобы обратить внимание людей к внутреннему миру, к общечеловеческим ценностям, к тому, чтобы люди понимали взаимозависимости всех вещей. И в первую очередь обратить внимание к тому, что мир на этой планете – это важно, потому что эта планета дана нам в руки, такой, какая она есть, и мы ее не должны ухудшать, такой же должны передать будущим поколениям. Также на выставке представлена необычная металлическая чаша. С помощью круговых движений из нее должен извлекаться звук. Однако это получается не у всех. Помимо этого, все желающие могут написать обращение самому Далай-Ламе в книге почетных гостей. Эта книга в дальнейшем будет передана фонду «Сохраним Тибет». На ближайших учениях самые такие яркие будут зачитаны непосредственно и переведены его святейшему Далай-Ламе 14. В выставку посетили уже десятки жителей города. Кого-то привлекла особая атмосфера спокойствия, а кто-то нашел в цитатах из трудов Далай-Ламы ответы на давно интересующие вопросы. Здесь прекрасная аура любви, гармонии, сострадания. Побывавши на фото-выставке, ты открываешь для себя сердце, любовь. В наше время, к сожалению, все построено на материи. И мало кто задумывается о любви и сострадании. Понимаю, что самое драгоценное – это человеческая жизнь. Хотелось бы жителям Ильичевска посоветовать, чтобы они пришли на выставку. Нынешний лидер вместе проповедует общечеловеческие ценности, что очень приятно. Это привлекает, я думаю, других. К тому же очень интересно с точки зрения философии. Больше всего меня привлекла цитата про друг. Если у тебя есть близкие друзья, которые всегда тебе помогают, всегда придут к тебе на помощь и подадут тебе руку, то ты должен идти с ними вперед и дальше. А если есть у тебя друзья, которые тебе говорят, прости, извини, я не могу, но ты с ними хорошо относишься, тоже помогаешь, но они тебе в ответ ничего не говорят, то лучше с ними не так близко общаться и не так помогать, а больше тянуться к тем людям, которые тебе помогают. Фотовыставка будет работать в арт-пространстве ФОГО до 16 июля включительно с 18 до 21 часа. В субботу там же пройдет практический семинар. Последняя возможность увидеть фотовыставку у жителей и гостей города будет вечером 17 июля. Она расположится при входе в Приморский парк у Колоннады. Дальше выставка будет перемещаться по разным городам Украины. По желанию самого Далай-Ламы она будет экспонироваться и на востоке страны, где проходят боевые действия.